Всем привет! С вами держатель микрофона Максим Исаенко. Я на первенстве по Левскому, по джиу-джитсу. Соревнования, как всегда, проходят в двух разделах. Это не ваза и файтинг. Сегодня проходит так называемый турнир новичка. И сейчас мы посмотрим, как самые маленькие бойцы борются на татане. В этом со мной главный судья соревнований Николай Сафронов. Николай, ну, такие соревнования крупные в очередной раз в Полевском проходят. Уровень бойцов как может оценить? Сегодня у нас борются, как, своего рода турнир новичка. То есть борются желтые и белые пояса. Но, как говорится, уровень у них подрос по сравнению с тем, что было. Как говорится, мы его вывозили недавно на ССР. Мы исправили ошибки, и сегодня эти ошибки, они уже, как говорится, исправлены. Начинают выходить довольно серьезные. Некоторые даже меня сегодня очень сильно удивляют. То есть недавно как раз у вас был снимал, когда была аттестация на пояса. Да. В том числе, наверное, вот эти новички и участвуют сегодня. Да, большую часть, некоторые не смогли прийти. Вот. А сегодня они пришли в Буреса, и у них стремление, как бы, у них задача поучаствовать в соревнованиях. И после участия в соревнованиях они будут аттестоваться на поясах. Ну, у них будет уже второй этап, это в январе. Вот. И сейчас у них стремление, это стимул такой, что они отобьются. И второй стимул – это они отбиваются сегодня, занимают первое-второе место и едут на областной турнир «Мечка», который будет проходить в городе Березовском. Ну, я так понимаю, что обкатка идет судей молодых, да, у вас? Да, у нас сегодня обкатка идет судей. Часть судей были на региональном семинаре судейском в городе Екатеринбург. А остальные, как говорится, они уже имеют высокий уровень по своей подготовленности. Тоже борются не на простых соревнованиях – уральские, федеральные, всероссийские. Вот. И на базе своего опыта уже начинают, как говорится, уже судить. То есть, ну, как говорится, под моим контролем. Ну, и в чем сложность для молодых судьей? Потому что, так понимаю, когда новички борются, у них даже ограничения по болевым приемам еще почему-то проходятся. Да. Когда борются новички, особенно вот младший возраст, самый маленький, там 6-7 лет, у них чисто позиционная борьба. Вот. Постарше, да, мы уже разрешаем, там, как говорится, до прямой руки. И, как говорится, выход до эффективного контроля, до надушающей позиции. Вот. Для молодых судей очень важно здесь, как говорится, не проспать момент. Очень важно. У травмы не было, да? Да. Очень серьезно. И здесь именно участвуют в данном случае три суди. Вот. И поэтому внимательно здесь очень акцент идет, чтобы именно соблюсти это правило, что малейший, как говорится, выход на болевой, мы останавливаем борьбу. У нас сейчас идет, пока идет раздел не ваза, вот, первым, потому что очень много в этом позиции. Но в конце еще будет у нас файкинг проходить, потому что некоторые новички еще, как бы, откатываются его. И вот уже на первых стадиях, потому что, как посмотрели, бьются у нас. Вот. И готовы уже попробовать себя. Вот. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот рядом со мной один из судей первенства Полевского поджиу-жицу, Семен Овчинников. Я так знаю, ты прошел региональный семинар по судейству. Расскажи, как там, что там было? Ну, нам рассказывали правила, всякие изменения, вот, что-то добавилось, что-то убавилось, вот. Ну, судить интереснее, чем бороться, или сам бы лучше на татаме вышел? Ну, и так, и так, все интересно. Какие сложности у новичков судить? Ну, они могут много нарушать, что приводят, как раз, они могут расстраиваться за то, что их выгнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот рядом со мной уже победителя сегодняшнего турнира Амира Хисматулин. Расскажи, за счет чего получилось у него победить? Как соперника победил? Я очень сильно боролся, чтобы победить. Я взял все в руки и начал хорошее бороться. Ну, все по плану, что у тебя? Ну, у меня по плану все хорошо делать и уметь все. Как соперника можешь отметить? Соперник, но сильный. На тренировках что отрабатывали? Как готовился к этим соревнованиям? Я отрабатывал очень хорошо. Броски там, кисер делал. Падение отзывался, проскочил. И вот еще участники сегодняшних соревнований. Ребята, ну, для вас дебютные были соревнования или до этого уже где-то участвовали? Участвовали. Участвовали. Расскажите, как сегодня, какие эмоции, впечатления от этих соревнований? Главное опыт, главное участие и не победа. Тебя оставят специально с каким-то большим, чтобы ты научился работать с сильными. Сложно было сегодня бороться? Да. В чем была самая главная сложность? Не знаю. Ну, потому что соперники приехали с зеленого города. Они очень сильно тренировались. Некоторые были очень сильно научены, некоторые были не научены. Но они все равно победили. Итак, первый день соревнований завершен. О результатах всего первенства Полевского по джиу-джитсу я, как всегда, расскажу вам в ближайшем выпуске спортивного обозрения тайм-аут. Поэтому, чтобы ничего не пропустить и быть в курсе всех спортивных событий Полевского, не забывайте подписываться на канал Держатель Микрофона. С вами был Максим Исаенко. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok